Очень часто я слышу у меня панкреатит, у меня хронический панкреатит, что не съем. И в принципе рассказываются жалобы, которые действительно поджелудочная железа, но поджелудочная железа, хронический панкреатит бывает в нескольких случаях. Это хронический алкоголизм, то есть человек травит алкоголизм, то есть он водку пьет или там неси на водку или ничего не конечно, то есть он химически травит, убивает орган. Это когда люди работают в химической промышленности, то есть у него там пары, кислоты, щелочей, он там вдыхает, попадает, это тоже крайне редкий случай. И как правило это большие проблемы с печенью. Проблемы бывают разные, может быть гепатит и прочее. То есть у нас орган как устроен? А если в желчном пузыре, камни тоже же нагрузка? У нас печень, проток, который выносит зеносперстную в пешку, тут висит желчный пузырь, а вот так вот у нас поджелудочная железа. И вот проток поджелудочной впадает в проток желчного. И получается, если у первого-второго фактора нет, то есть мы не пьем, гладости не едим, в тяжелой промышленности не работаем, то у нас получается в самой поджелудочной идут диффузные изменения. Они могут идти только на фоне того, что вот этот секрет, который переваривает чуть ли не гвозди, он не может свободно выброситься. И тогда он, ну как бы, тут давление повышенное, он проталкивается, но не успевает, не проталкивается. И обратно идёт запуск. И получается застой сока поджелудочной железы в самой поджелудочной железе. Но ещё, говорю, сок поджелудочной железы в гвозди может переварить. Он очень активный. И тогда процесс самопереваривания может начаться в самой поджелудочной железе. И тогда она, чтобы защититься, вырабатывает соединительную ткань, она защищается, уплотняется. То есть по УЗИ вам скажут, что у вас диффузные изменения. Почему не диффузные? Потому что клетки, которые просто должны будут работать, они начинают покрываться защитной соединительной тканой оболочкой, чтобы их не переварила собственная железа, собственный секрет. Вопрос, а почему у нас идет застой в желчных путях, который не дает сброситься соку поджелудочной? Потому что вот в этом органе есть проблема. А какие у нас там могут быть проблемы? Обычно говорят, дискинезия желчевыводящих путей. А что это такое? Перегиб? Да нет, это почему-то тут сильно густая желчь. Поэтому, здравствуйте, камни. Воду пить надо пить. Молодец, воду надо пить, да. Но сильно нерегулярное питание. То есть, я не знаю, вы тут 5 раз в день едите, то 1 раз в день через 3 дня. То есть, нерегулярный выброс желчек. Ну, иногда водители так едят. То он дома хорошо кушает, то он там на работе раз в день прием. Ну, обычно тоже, ну, 2-3 раза в день-то кушаем, да? Нет же проблем, что я тут с утками не ем, то ем 5 раз в день. Остается одна проблема. Сам орган почему-то страдает. Не будем их обзывать по национальности. Это наши гости. Лямбли. Да? То есть, у нас обычно в печени могут сидеть 2 вида разновидностей нехороших гостей. Это эписторхи и лямбли. Иногда идеи другие вместе. Паразиты так устроены. Им нравится застой болота. Поэтому они сами так действуют на стенки желчного пузыря, протоков, чтобы вызывать дискинезию. То есть, дискинезия это когда все двигается медленно. Пища прошла, мы еще не вынеслись. Почему? Они парализуют. Потому что им от этого хорошо. Поэтому, если там кто-то живет, дискинезия желчеводящих путей ставятся обычно с детского возраста. Почему? Ну, потому что ребенок мир познавал, лямбли засеял. Они у него хронически там существуют. Лечить их никто не лечит. Они вызывают это все. А потом у нас 30-40 лет начинает страдать поджелудочно. Почему? Она задолбалась, проталкивает свой секрет. Ей проще его в себе держать. Из-за этого у нас страдает сам процесс переваривания. Мы не можем набрать вес. Или мы плохо что-то усваиваем. Потому что если это вовремя не выбрасывается, то есть у нас как бы из желудка еда сюда пришла. И желчки с поджелудочным соком должны выброситься. А если у вас дискинезия, пища пришла, ничего не выбросилась. Пища говорит, ну и тьфу, на вас ушла. Не переваренная. Потому что секрет не выбросился. Пища не переварена. А не переварена или плохо переварена, это пуча грязи, это дополнительные болячки, это дефицитное состояние. То есть у вас даже будет белков не хватать. Потому что желчь поджелудочная, они не переварили, они не выбросились. Они-то потом выбросятся, но они выбросятся на пустое. То есть это всё ушло, тут пусто. До этого дошло, оно что-то выбросило. Но тут пусто, еды нету. И оно раздражает саму слизистую, 12-курсные пешки, дуоденит. А ещё лучше забросится потом в желудок. Отсюда язвы, гастриты, вплоть до пищеводового отрыжка желчью. Почему? Потому что у тебя выброс желчи, соком поджелудочной желчью происходит, не тогда, когда надо. Поэтому и тут называется дискинезия желчь и водящих путей. Много факторов. Ну ты говоришь, от нервов, от стрессов. Ага, у ребёнка в 5-7 лет. Сколько нервов стрессов? Но чаще всего это один из провоцирующих, может быть, факторов. Неправильно питание, там ещё что-то. Но когда мы начинаем вот этих гонять, а потом восстанавливаем, то есть улучшаем работу в самой печени, и дискинезии, и дефициты веса рассасываются сами. Почему? Потому что как только это начнёт нормально фурычить, сок будет отходить нормально, застоя никакого нет. Ну, перевариваться должна быть пища, а не печень с поджелудочной. Просто у печени большой запас прочности. Она не болит до последнего. А поджелудочная, она нежненькая, она такая ранимая и чувствительная. Поэтому бывает так, что травмы печени, извините, уберут большую часть, останется кусочек, и она себя всё восстановит. Не дай бог, операция дойдёт до поджелудочной. Я работала в хирургии в чистой, сколько было операций на поджелудочной, всего два человека выжили. Почему? А если что-то отрезали, очень трудно срастись, там всё переваривается само. Поэтому ещё говорю, поджелудочная, она нежненькая, она реагирует быстрее. Потом, когда люди говорят, да у меня нормально, опять же у меня панхлеатит, давайте лечить. Кого лечить-то надо? То есть вот проблема, не даёт нормально оттек. Значит, проблема печени. Там застой. Застой кто-то даёт. Если я всё делаю правильно, питаюсь нормально, и водку с пивом не пью, и, ну, значит, что-то там есть. Поэтому, когда нанимаешь...